ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы проголодались? Я что-нибудь... Нет, сын. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огур, когда Оикю вернется, уже скоро придет, брат. Я с господином Оксаном поговорила. Если мы скажем сейчас, то это может привести к серьезной травме. То есть можно оказать воздействие на ее болезнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не будем говорить. Мы хотя бы некоторое время. А как мы скажем через некоторое время? Что значит не будем говорить? Девочка постоянно спрашивает про своего папу, она хочет поговорить? Не скажем уж. То есть будем играть с ней. Будем играть в роли некоторое время. То есть мы не покажем виду Оикю. Больше ничего не поделаешь. Да-да, как и сказал Огур, мы будем прикидываться. Предложим лошадь о том, что Демир возьмите. Что это за судьба такая? Плевать я хотел на такую судьбу, Джемаль. Чего, Джемаль? Полчаса назад мы похоронили своего брата. Ладно, брат, я знаю. Но мы должны позаботиться о девочке, которую он верил нам, парень. Мы должны быть сильными. Мы должны не подавать виду Оикю, друг. Она пришла. Как прошел твой день? Прекрасно, Айда. Папа звонил в мое отсутствие? Твой папа? Не звонил, нет. Какой был фильм? Расскажи мне, давай. Хороший. Добро пожаловать, Филе. Спасибо, сестра Джанан. Добро пожаловать. Спасибо. Сестра Джанан, почему тебя не было вчера ночью? Я не отпустила ее. Мой отец был на дежурстве, а когда отец на дежурстве, я очень боюсь оставаться дома одна. Я боюсь, поэтому я попросила Джананан. А она переночевала у меня. Ты проголодалась? Нет, приготови что-нибудь. Нет, не проголодалась. Мы поели попкорн. Нельзя так просто попкорн. Разве можно наесться попкорном? Может, устроим вместе вечеринку с пиццей? Вечеринку с пиццей? Да, устроим вечеринку с пиццей. На самом деле, я немного проголодалась. Как и всегда, сборная без грибов, да? Давайте тогда, я уже пойду. Почему, дядя Джамаль, куда ты уходишь? Я пойду, малышка, у меня есть дела. Но мы же собирались устроить вечеринку с пиццей. Я уже поел и очень сыт. Вы давайте, ешьте сами. Ты в порядке? Я в порядке, в порядке. У меня все хорошо. Я пойду, вы давайте поешьте хорошенько. Давайте, приятного аппетита вам. Иди ко мне. Давайте. До встречи! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего тебе? Позови своего босса, я поговорю с ним. Разговаривай со мной, с тобой нельзя. Скажи мне, а я передам ему. Позови своего босса. Ты хотел видеть меня? Мне нужно сходить кое-куда ночью. В чем дело? Потому что мне нужно изучить все. Парень, мы же тебе отдали все планы. Что ты еще будешь изучать? Да, но это дело не решится с планами и схемами, что ты дал мне. Нужно пойти и разузнать все вокруг здания, где проведут аукцион. Я осмотрюсь вокруг. Изучу все входы и выходы. Ты же, наверное, не хочешь, чтобы была ошибка? Хорошо, тогда мне нужно идти. Слушай, если бы я хотел что-то испортить, я бы сделал это на своих похоронах. У меня не было возможности лучше, чем та. Отвези его на полчаса, пусть осмотрится. Отвези его на полчаса, пусть осмотрится. Завтра начинается выставка аукциона. Кале 16 века с бриллиантом в 12,5 карат. Будет представлено на аукционе с начальной ценой 2 миллиона 500 тысяч лир. 2,5 миллиона лир. 12 карат. Точно найдутся покупатели для него. Это кале 16 века, еще времен Османской империи. 2,5 миллиона турецких лир. Что там еще? Что там еще? Давай, Джималь. Прошу, разгадай. Он смотрит, смотрит. Наконец-то ты пришел. Ты что, ненормальный? Я только что сумел разгадать твою глупую загадку. Разве можно так? А ты поник совсем. Встретимся в школьном дворе. Мне нужно рассказать кое-что. День р День р Продолжение следует... В чем дело? Продолжение следует... Как там мой Кью? Моя дочь. Она знает? Она в порядке. Ты не переживай за ее Кью, мы не сказали. Как мы скажем? Мы сказали, что ее папа уехал в Эзмит по делам, и как и закончит дела вернется, но она все заладила, чтобы позвонили к тебе, хочет поговорить с тобой, но мы все устроили, ты не бойся. Хорошо, заботьтесь о ней. Пусть она не болеет, пусть не огорчается. Брат, не переживай за ее Кью, мы все уладим. Хорошо, брат. Ты расскажи давай, что такое? Решат. Он прижал меня к стенке и играется со мной, как с марионеткой. Джамаль, слушай, все, что я скажу тебе, ни угор, ни Джандан, никто не должен знать, они даже не должны знать о том, что я жив. О чем ты, друг? Как я скрою это? Люди извели себя, плачут дома, как я могу пойти и солгать им? Нет, Джамаль, я не могу подвергать их жизни опасности. Если люди решат и наблюдают за ними, то как-нибудь узнают про все. Верно говоришь. Если только мой план сработает, мы спасемся, избавимся от всех и всего. Ты уже продумал план? В прежние времена ты в миг продумывал планы. Я уже продумал, брат. Хорошо, расскажи про свой план. Смотри, стол в магазине стоит здесь. Все мечи в сетке повешены прямо перед магазином. Прекрасно. Этот продавец магазина мерзавец узнает, как обманывать нас. Узнает, смотри. Пока ты в магазине будешь отвлекать продавца, я заберу сетки с мечами и сбегу. Когда заберу мечи, я подам сигнал. Ты тоже, не подавая виду, отдалишься оттуда. Нельзя, я заберу мечи, а ты отвлечешь продавца. Почему это? Если нас поймают, ты свалишь всю вину на меня. Так хотя бы кто-то спасется. Нельзя так. Только вместе. Всегда вместе, Джамаль. Парень, знаешь, когда мы вдвоем вместе, нет ничего, с чем бы мы не справились. Конечно. Парень, знаешь, я создавца, Парень. Мы были здесь учительницы. Когда я заберу колье, я подам тебе сигнал. Мы вместе направимся к выходу. Вдвоем более спокойно выйдем оттуда. Поддержим друг друга. Я пришел, я уже здесь. Не паникуй. Где ты ходишь? Что значит где я? На ме отлить нельзя? Какой отлить? Уже столько часов. Не знаю, если хочешь, можешь спросить Решата. Посмотрим, что он скажет, да? Позвони давай Решату. Скажи, что ты упустил человека из виду, а потом он вернулся обратно сам. Ей-богу, я думаю, он не остановится только на моем убийстве. Он убьет и тебя. Но мы можем сделать так. Ты промолчи, и я промолчу тоже. Хорошо. Пойдем давай. Пойдем. Малышка, мне покачать тебя немного здесь? Хорошо. Давай, иди. Давайте, покачайтесь, я поговорю по телефону и вернусь. Хорошо. Давай, иди. Джималь, человек наверху. Спасибо, брат. Ну что ты, брат? Димир, у Гуру сильно плохо, друг. Я понимаю. Пусть только это дело закончится. Мы посадим своего брата напротив и расскажем все. Хорошо. Малышка, что случилось? Я хочу спуститься. Что такое? Почему так нахмурилась? Брат Угур, я сильно соскучилась по папе. Почему он все еще не приезжает? Почему он не закончил работу и не приехал? Он вернется, милая. Я же сказал, он сейчас в Измите. Ну ладно, тогда почему он не звонит? Не может позвонить, потому что у него нет времени совсем, я же говорю. Давай тогда мы поедем к нему. То есть мы не можем поехать? Почему? Потому что тебе нужно ходить в школу. Завтра тебе нужно пойти в школу. Твои друзья спрашивают тебя, они соскучились. Говори. Ты же ничего не скрываешь от меня? Нет, милая. Что мне скрывать от тебя? Скажу кое-что, посмотри на меня. Может нам залезть туда? Хочешь? Ладно, тогда посмотрим на проходящих мимо людей. Посидим немного на скамейке, да? Моя дочка там. Я не могу пойти к ней. Не могу обнять ее. Парень, потерпи немного. Осталось недолго. Вечером с этим делом будет покончено. После ты воссоединишься и с дочкой, и с женой. Потерпи немного. Милая мне, купить тебе сладкую вату? А, купи. Дай мне одну. Конечно. Приятного аппетита. Держись, дочка. Держись, осталось недолго. Я хочу пойти домой. Что такое, малышка? Мы же только пришли. Я скажу кое-что. Давай посидим здесь. Посмотрим на окружающих. Ты тоже немного развеешься. Брат, давай беги. Смотри, иначе все пойдет на смарку. Увидимся вечером. Давай. Брат Угур, давай потихоньку. Хорошо, ладно, пойдем. Где твой дядя Джамаль? Папа? Уйкю. Стой, Уйкю. Папа, я видела папу, дядя Джамаль. Отпусти уже. Дочка, как ты могла видеть его? Он в Измите. Я видела папу. Как же так? Я же говорил, он в Измите. Отпусти меня, дядя Джамаль. Дочка, стой. Что такое? Нам нужно ехать сейчас же. Ну, я же видела. Нет, дорогая, его нет, Уйкю. Я видела. Пойдем, дай мне руку, пойдем. Где твой папа? Покажи. Где твой папа? Смотри, он был вон надетен на ступеньках. Я уверена. Хорошо, покажи. Покажи своего папу. Где он? Ну и где папа? Ну, я видела его. Милая, смотри. Когда люди так сильно скучают по кому-то и хотят видеть их, они видят в своем воображении их. Ты поняла? Ну же, я же видела. Принцесса, я знаю, что ты сильно соскучилась по папе, но... Он вернется, дочка. Смотри, я обещаю, твой папа вернется в самом скором времени. Ладно, он вернется. Вы просто отвлекаете меня, вы меня обманываете. Парень, зачем ты говоришь такую ложь? Уйкю! Уйкю! Давайте, выходите. Пойдем, малышка, выходи. Не хмурься ты больше. Слушай, я сейчас поеду в Измит, заберу твоего отца и вернусь. Ладно? Правда? Правда. Но смотри, никому не говори. Это наш с тобой секрет. Обещаю тебе, я заберу твоего папу и привезу обратно. Давай. Теперь вытри слезы. Давай, вытирай. Хорошо, давай, иди. Брат, я поехал. Джималь. Да? Куда ты? У меня есть немного дел. Что за дела у тебя? У меня есть дело, брат. Джималь, что за дело у тебя, брат? Секретные разговоры по телефону. Что у тебя за дела? Что происходит? Не натвори делов. Егор, ничего страшного нет, брат. Давай. Давай, не расстраивайся. Все нормально. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми. Субтитры сделал DimaTorzok